Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители! В эфире программа «Город в лицах», и мы с вами в Центральной городской библиотеке имени Сергея Александровича Есенина. Библиотека находится в Рязани по адресу Первомайский проспект, 74, корпус 1, и мы с радостью вас всех приглашаем в эту замечательную библиотеку, тем более год такой особенный, юбилейный, 80 лет библиотеке имени Сергея Александровича Есенина и 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Вот такие грандиозные даты. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что Есенин – это одно из славных имен Рязани. А вы спросите, а кто же в нынешней действительности, в современной жизни, кто наши теперешние герои? И с радостью вам их представляют. Давайте знакомиться. Раиса Николаевна Купавская – поэт, прозаик, член Союза писателей России и руководитель нашей Рязанской писательской организации, ну, скажем так, Рязанского отделения, организации всей страны. И еще я знаю, что вы член правления. Секретарь правления Союза писателей России. То есть это честь для нашей Рязанской организации. Раиса Николаевна, ну, так как мы вот с Есенина начинаем, потому что и библиотека имени Есенин, и вообще это такое знаковое имя для нашей литературы, и в мировом масштабе, ну, и, конечно, Рязанская писательская организация, она как-то следует многим есенинским традициям. Я знаю, что у вас есть такое очень пронзительное стихотворение, которое посвящено Есенину и даже больше, скажем, матери его. Вы знаете, почему-то любят именно это пронзительное, где говорится и о его матери, но у меня есть еще много других. Давайте начнем вот с такого. Его поэзия, что жемчуга в алмазах, О строки мудры и просты, И душу очаруют разом, И поднесут до высоты. И был он плоть от плоти русским, И в годы подлые не мог он устоять, По коридорам власти узким Не проскочить и не солгать. Запечатленный криком боли Ушел безвременно певец, Но слово золотое и в неволе Согрело стынь враждующих сердец. Плененные любовью строки Перешагнули годы и века, Обрушив лет запретных сроки, В душе России будут жить наверняка. Сказать, что Есенин нам дорог, Что Есенин замечательен, Что вот его это. Есенин для Рязанского края – это все. Это знаковая личность. Вы скажете, как это все? Да так, культура всегда была и будет Тем оплотом нравственности, Патриотизма, великой душевной чистоты, Какую имел сам Есенин. Вы посмотрите в его глаза. Достаточно взглянуть на один патриот, На эти чистые, совершенно детские глаза. Так вот, он всегда был и будет тем, Кто является, ну, сказать, кумиром – это даже и неприлично. Просто тем необходимым для нас слогом, словом, творчеством, Которое просто невозможно рязанцу, Да я думаю, не только рязанцу, Вообще русскому, Тому, кто говорит на русском языке, Не знать и не понимать. Раиса Николаевна, посмотрели наш прекрасный Есенинский зал, И там очень такие два, ну, я бы сказала, Ну, талантливых мастеров работы. Бюст Есенина – это наша гордость, Это Борис Семенович Горбунов делал этот бюст, И мать Есенина, которую нам подарили, Бюст подарили, нам из Орла привезли. И я думаю, что мы обязательно нашим уважаемым телезрителям покажем их. И хотелось бы, конечно, послушать ваше стихотворение, Посвященное матери Есенину. Это я с удовольствием сделаю и должна сказать только вот что. Эта библиотека священна для меня. Не только именем, не только своим 80-летием, А всем тем, что вы делаете. Это удивительно совершенно. К вам приходишь, как в родной дом. Ну, библиотека для писателя, для журналиста, для учителя. Всегда родной дом. Вы знаете, у вас нет формализма, у вас нет бюрократизма. У вас вот, начиная вошел, И уже женщина, которая обслуживает вас в раздевалке, Уже чувствуется какое-то добросердечие, Какая-то радость, что вы пришли. Вот что важно. Поэтому, безусловно, у вас я прочту это стихотворение. Серое утро, жидкий рассвет, Знобит октябрьской ранью. Давно это было. Родился поэт в глухом селе под Рязанью. Был поначалу, что херувим, Пиши картину и в раму. И нежно был мальчик, этот любим, Старым дедом и мамой. И как-то случилось, тому видно быть. Стал с музой водиться отчаянный. Стихи писать не за плугом ходить, Решили односельчане. В Питер подался. Такая судьба. Деньгучий гребет лопатой. А мальчику снилась родная изба. И клён без вины виноватый. И где бы он ни был, с кем бы ни пил, было. Чего уж там было. Он землю родную до боли любил. И та любовь не остыла. Любил ли он женщин? Должно быть, любил. А может быть, увлекался. Но душу живую свою погубил. Да так, что сам растерялся и понял, Что дальше нет пути. Дальше стена или камень. Но он не хотел из жизни уйти. Он нежно помнил о маме. А мама ждала. Ждала у окна. Долго ждала. До смерти. Не знала мама, быть может, одна, Что мальчик её бессмертен. Серое утро. Жидкий рассвет. Знобит октябрьской ранее. Как хорошо, Что однажды поэт Родился в селе под Рязанью. Браво. Просто браво. Спасибо. Зрители наши тоже все аплодируют. Вот так судьба распорядилась, Что вы практически всю жизнь живёте В Мещерском крае, В Есенинском крае, А родились в Лермонтовских местах. Совершенно верно. Но о Лермонтове надо говорить С придыханием и вообще встать. Только стоя. Больше ничего нельзя. Почему? Потому что Лев Николаевич Толстой Сам сказал, Если бы этот мальчик Не ушёл так рано, То ни во мне, ни в Достоевском Не было бы в литературе нужды. Родилась я И провела детство и юность На Кавказе. То есть на том саменном Кавказе, О котором говорил Лермонтов. Лермонтов говорит, У меня ещё написано только от руки, Ещё не набрано. Потому что всё я пишу На белом листе бумаги от руки. То есть мы сейчас попали В мастерскую писать. Совершенно верно. Святая святых. Так вот, Лермонтов говорил Об этом прекрасном крае. Как лучшую песню Отчизны моей Люблю я Кавказ. Так вот, 47 лет Русские бились за Кавказ. А иначе, если бы не бились, Здесь был бы халифат. Чей? Ну, наверное, всё-таки Под влиянием британским. Не зря говорили ещё тогда Русские в ту пору, Что пушки Шемеля Заряжены английским золотом. В России было кому решать Такие сложные Военно-политические задачи. Среди первых На Кавказе Стал Александр Васильевич Суворов. Создатель оборонительной линии. По существу От станицы Святой Крест До Кисловодска. Так в конце 80-х годов В 18-го века Появились Ессентуки. То есть там, Где я провела детство и юность. Недалеко от впадения В подкомок Речки Ессентук. Ну, что такое Ессентуки? В общем-то, Бледный город По сравнению с Кисловодском И Пятигорском. Кисловодск, Он красавец. Я не понимаю, Зачем Куршавель ездит. Я просто это не понимаю. Это какой интеллект Надо иметь. Город в горах. На горах дворцы. Торжественный строгий наряд. Обустроили горы Первопроход творцы Лет сто или двести назад. В ущелье Залитый солнцем бульвар. Розы сияют, Каштаны и ели. А в Туле Должно быть, Кипит самовар. В Якутске Давно закружились метели. Но в Рязани Осень пала. Навек обручилась зимой. И радость жизни Как-то спала Круговорот земной. А здесь, На бульваре, В горах и выше, Царствует горний дух. И сердце так сладостно, Вольно дышит. И радостью Полнится слух. Конечно, Есентуки скромнее И Пятигорска. Пятигорск Осиян именем гения Михаила Юрьевича Лермонтова. И уже поэтому Никогда не оттеснится На задворке. И потому Я и пишу. Не у подошвы Машука была, Где памятником Гореча долела. На облаке воздушном Заплыла Я в небеса, Где муза его пела. И где листве Под солнцем Лишь сиять, Покуда слово Жжет И чает души. Звучит, Как вера Благодать, Но отзывается И болью, И удушьем. Так вот, Этот великий, Совершенный, Еще не оцененный, По-моему, До конца, По крайней мере, Историей, Давайте скажем так, Мировой. А уж русской, Я бы тоже сказала, Не очень-то Приласканный. Для меня лично Самое главное в том, Чтобы мы, Потомки его, Поклонились головой России За то, Что она родила Такого сына И все-таки Дала ему возможность Написать то, Что он успел написать. Все через книги, Через поэзию Общаемся мы с гениями Русской великой литературы, Да, Есенин, Лермонтов. Но в вашей жизни Была встреча С живым классиком Советской русской литературы. Вот живьем была встреча С Владимиром Салаухиным. Эта встреча произошла Из-за удивительного Совершенного поступка Моей коллеги, Которая, кстати, Мне отдавала Рекомендацию В Союз писателей Аллы Михайловны Нечаевой. Причем, Что странно для меня Как писательница, Она женщина. Она знакома С выдающимся писателем. И вдруг она Говорит, Слушай, А я Шпарю его Стихи наизусть. Мы с ней там Сидим в салочи. И шпарю его Стихи наизусть. Прозу она Так поняла, Что это всерьез. И она Говорит, Слушай, А ты знаешь, Да нет, Я говорю, Вот так вот Меня пытались Познакомить, А я так Что-то ушла И все. Набирает номер Телефона И говорит с ним. И говорит так, Как она Говорит всегда. То есть достойно И в то же время Шутливо. Владимир Алексеевич, С вами хотела бы Познакомиться Раиса Николаевна Купавская. А он, Наверное, Спрашивает, А кто там Такая вот. А Алла говорит, Красивая. Он говорит, Ну тогда пусть пришает. И он прочитал Ваши книги И очень высоко Оценил вашу прозу. Совершенно прозу. Прозу. То есть Петрович И покойная. Петрович и покойная. И он Отсказал мне. А я приехала И говорю, Это во второй раз Я уж немножко осмелела И говорю, То есть вид-то у меня Смелый всегда И даже дерзкий. И даже, говорят, Недоступный. На самом деле Я такая трусиха. У меня, как правило, Трясутся колени, Когда я к кому-то Иду с просьбой о себе. Но я Вступала в это время В Союз. А у Аллы-то просила Рекомендацию. Вот. И у других просила. А у него не смогла. И в результате я говорю, Да может мне не писать? Вы вот прочли. А он говорит, Да не пишите. Рассердился. Понимаете? Как это спросить? А может вам не работает Журналист? Да. А он говорит, Да не пишите. А потом видит, Что я все, Крылья у меня упали. Он говорит, Написанное вами Вне времени. После этого Я вступила в Союз Без него. С помощью вот Нечаевой, Родины и Сафонова. И вот, пожалуйста, Сижу перед вами. Автор. Я сейчас Формирую Седьмой тон Своих сочинений. То есть уже Все на выходе. И стихотворений Теперь будет Не 400, А 500. Раиса Николаевна, Ну еще на ваших плечах Такая ответственность, Большая такая груз, Скажем, За организацию Писательскую нашу Замечательную. Ой, какая молодец. Какой замечательный. Просто подхвалила. На это наплевать Всем моим, Так сказать, Коллегам И правильно. Нет, ну мы Абсолютно. Мы переживаем. Не надо. Это есть единицы. А вот Не надо. Никого нет. Это у меня Сейчас-сейчас спрашивают. Такой ремонт У вас произведен. Вы Это Вам кто-нибудь Сказал спасибо? Я говорю, Да мне-то за что? Я сказала спасибо Губернатору За то, Что сделано. Чего никогда Не было. То есть Никогда Ныне Писатели Всех Примен Социалистического Даже Периода Не имели Совершенно Вот такой Красоты, Как ваша библиотека, Только в уменьшенном Размере, Как они имеют Теперь. Благодаря тому, Что областное Правительство Просто помогло нам И все. Сказал губернатор И сделали. А была уже Корана Поднебея. Вот. И Надо сказать еще Вот С чем бы мы Не обращались Вот приезжала Наша делегация Из Москвы Надо было ее Принять И надо было Наградить Ну, Сами понимаете Видных Литератора В России И я выходила Напрямую На губернатора Писала письма И все Что мы Просили Мы От имени организации Я всегда прошу Было сделано По предложению Губернатора Поддержанное Естественным Министерством Культуры Министром Значит Он проводил Совещание Губернатор Предложил Объединить Все наши Культурные силы То есть Художников Музыкантов Певцов Литераторов Артистов В одно Целое Еще иметь Вот такую Зачем? С тем Чтобы выезды В районы Едет Я ездила На такие Едет Едут Артисты Поэты Это было у нас Так Когда-то Лет 15 назад Алладыш Он меня просил И я ездила Так вот Во-первых Совместные выезды Во-вторых Вот мы попросили Министра Мы От лица Нашей Организации Во-вторых Вот эти Культурные десанты В Глубинку Дальше Предоставить Возможность Авторам Поэтических И прозаических Текстов Специально Говорю вам На телевидении А также Музыкальных Сочинений И исполнителям Песен Регулярно Выступать На областном Радио Перед слушателями В рубрике Час чтения Или время песни Просто сделать это Вот так Часы Раз в неделю Хотя бы Дать слово И еще Создание спектаклей В местных театрах По тематически Значимым На рязанском Материале Прозаическом И поэтическом Произведениям Рязанских Авторов Надо Чтобы возникла Вот эта Самая Цензура Государственная Которая Позволит На телевидении Не ерунду Какую-то Снимать И не на театре Московском Говорят Уже ни в один Московский театр Нельзя не пойти Где бы не задрали Я извиняюсь Задрали Такое слово Платье До ушей И не показали Голое тело Уже Невозможно Так вот Существовать Должна Цензура Общественная Пусть Общественная Пусть От Министерства Культуры Какая угодно Но этого Нельзя допускать Чтобы Юные Мы-то Устоим Мы-то Устоим Но юные-то Такая нравственная Закалка Наверное У всех Учителей Литературы И русского языка А Раиса Николаевна 25 лет Отдала Школе И это Была школа В Солодче А потом Купавская Работала Префектом Округа Или по-другому Мэром Солодче И всегда Она Не расставалась С книгой Как учила В детстве Мать Учительница Литературы Писательство Огромный Труд Раисе Купавской Он По плечу А еще Встречи со Зрителями Выступления Все Это часть Профессии Уникальной Редкой Ведь Писательство Это дар Которым Обладают Немногие На земле Я не стану Старой Больной Никогда Себя Не тешьте Даром Дух Неукротимый Вольный Мой Не смирить И временным Ударом Не унять Не обуздать Меня Не спешить С норовистого Упрямого Коня Если По судьбе Мне быть Повешенной То получите Лишь тела Не меня Запечатленная В тебе Как тайна За семью Печатями Я волю Отзовусь Судьбе И радостями Непочатами Неукротимостью Своей Дерзостью До безобразия Обязана Слиянию Леса И степей Иначе говоря Европа С Азией Так Ну Такое Вот Степное Хочешь Так Пожалуйста Степное Если бы Даже в самом Начале Когда в качке Меня качали В хате Саманной В степном краю Посулили Мне жизнь В раю Если бы Стала я Осторожной И покорной Как кузник Острожный То есть Паянькой Воплоти Чтоб по жизни Легко идти Лепетала бы Нет и нет Хоть не знала Что я поэт И давно уже Сверстана доля И на то Только Господня воля Стародавняя Справеда Деда И в крови Моя зов победы И в натуге Сильна моя мочь Я Степного Раздолия Дочь Мещерские Задумчивые Сосны Торжественная Строгая Краса Я родилась В степи Не зная Вовсе Что есть На свете Эти чудеса Я родилась В степи Где и сегодня Таких лесов Не видели во сне Где зной палящий Пышет как в пустыне Где былка Тощая сестра Со сне Где на полях Пороют такие беды Что не поправить Никаким дождем Где мне Дали губы Мы живем Чьи это губы Тех Кто все Из ветра На этой щедрой И скупой земле Кто губы Жилистых Сугорбленных Акаций Тутовников Живучих Им не сдаться А если умереть Так уж Золе Это губы Той степной Колечки Что высохшим Шершавым Языком Подхватит Капельку Из легкой Тучки И скажет Не сдаваясь Мы живем Любимые Задумчивые Сосны Торжественная Строгая Краса Я родилась В степи Не зная Вовсе Что есть На свете Эти чудеса И я Очень благодарна Рязани И тем Кто окружал Меня здесь В Рязани Вот В том числе Безусловно С теми С кем я говорю Сейчас Я бы вам сказала В чем моя радость И мое Счастье А радость в том Что не завидую Не лгу Перо проворное Господь послал В участие Девчонка Я Босая На лугу И плачу И смеюсь И в этом Счастье Спасибо большое Раиса Николаевна Спасибо В эфире была Программа Город в лицах Раиса Николаевна Раиса Николаевна Раиса Николаевна Продолжение следует...